здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта проект кухта capital сегодня у нас 25 августа пятница по пятницам у нас обучающий контент обучающие ролики кто сегодня ждет анализа рынка это не сегодня сегодня у нас обучение трейдингу анализ рынка я записываю по понедельникам повторникам напомню на сайте кухта capital вы можете ознакомиться с программой персональный наставник по обучению трейдингу стратегия модельный трейдинг модельный анализ напоминаю на своем youtube канале я на выходных воскресенье записывал на понедельник практически говорил на всю неделю такой среднесрочный анализ а также вот он выходил а также во вторник с артемом деевым на битве аналитиков я записывал также свой анализ говорил куда я вижу рынок данный видеоролик выходил как на моем канале так и на канале моих партнеров с компания маркетс в данных видео я делал акцент который мы сегодня разберем да сегодня у нас обучающий будут контент не просто там на истории что-то рассказывать где хорошо купить где хорошо продать конкретно мы разберем мои торговые рекомендации которые очень хорошо себя отработали расскажу почему научу на подскажу вам чтобы вы смогли думать на на рынке и уметь зарабатывать напоминаю я давал рекомендации на выходных и принципе еще на прошлой неделе и на битве аналитиков конкретно какие я давал рекомендации плюс какие я торговал лично какие я давал рекомендации в закрытом канале про сигнал это рост доллара да я анализировал индекс доллара но конкретно торговал доллара через пару евро доллар фунт доллар и доллар франк на этих парах я работал на укрепление доллара сейчас я расскажу почему принципе я на битве аналитиков и в обзоре говорил но сейчас мы это рассмотрим с точки зрения модельного анализа так давайте откроем графики но и для начала почему я на рынке давал рекомендацию на укрепление доллара я в принципе на понедельник записывал анализ там был и обзор и фондового рынка и валютного и криптовалютного и так далее да но конкретно я лично торговал валютный рынок да потому что там были сформированы модели паттерны хорошие для торговли по другим инструментом там было так скажем очень сложно все я там еще торговал нефть и сын пи 500 но там такие мелкие были и сложные модели там по нефти отработалась по сэн пи не отработалась но конкретно вот основной мой упор был это на доллар конкретно через евро доллар фунт доллар и доллар франк пару давайте начнем с такой информации возможно кто изучал постулаты технического анализа помнит их основе основной акцентом что движение на рынке учитывает все у меня есть свои там есть три постулата которые скажем придумал чарльз долл да есть такая теория долл техническом анализе у него есть свои постулаты у меня есть свои они немножко отличаются некоторые похожи но некоторые так скажем отличаются до 1 постулат почему я эти постулаты буду говорить потому что я когда потом буду анализировать рынок вы будете сравнивать это все да и понимать почему мои модели так хорошо работают а другие моменты не работают на рынке так хорошо на частично скажем другой анализ вид анализ он работает но не так хорошо как как мой анализ так первый постулат движение на рынке учитывает большинство новостного фона новостей которые есть то есть вот когда у нас есть график на рынке он отображает как ожидание трейдеров на будущие новости так и текущие новости текущие разные сантименты и так далее плюс учитывая там другие виды анализов и и каких-то триггеров на рынке то есть когда вы анализируете рынок график вам не нужно смотреть там новости какие-то дополнительные так скажем индикаторы какие-то спрос и предложения на рынке опционы там зона маржинального там объема да многие трейдеры там смотрят объема да это важно ну вот просто есть факты вы смотрите как факт отрабатываются и и как отрабатывается другое да поэтому когда вы анализируете график в этом графике уже все заложено не нужно забивать голову фундаментальным фоном да думать что скажет условно пауэлл что он скажет через неделю что он сказал по факту какие вышли данные по воп какие данные вышли по безработице по нонфармам и так далее то есть это все шум который забивает голову трейдера сомневается в чем-то трейдер или там принимаете решение принимает решение вот в таком сегменте то есть вы должны от этого всего отойти не смотреть на эти моменты смотреть только график это первое до новости нужно смотреть только для того чтобы понимать когда будут какие-то хорошие движения то есть новости это является они на являются триггером да и график он уже отображает эти новости какие они вы до может поломаться то есть мы не говорим что вот этот постулат что он стопроцентный он с большой долей вероятности где то есть 80 процентов где-то 90 где-то 70 где-то меньше то есть в таком формате зависит от второго постулата сейчас мы к нему перейдем то есть понимаете да то есть я не говорю что на рынке все понятно и так далее то есть я говорю в большинстве случаев из какой доли вероятность это первый постулат то есть мы новости не вникаем смотрим на новости только в том формате что они будут что чтобы понимать какие движения конечно если прям сильные новости там выборы президентов какие-то парламентские выборы такие очень сильные форс-мажоры понятно что они могут там быть очень неожиданны и скажем очень много чего поломать в некоторых случаях да такие новости лучше возможно побыть не рынка или очень аккуратно на это первый постулат 2 постулат это движение цен на рынке подчиняется паттерна моделям паттерн это на английском переводе означает модель это сформировано определенная комбинация на рынке сейчас мы к этому перейдем я сначала теорию вам рассказываю что вы понимали это самое главное что у вас должна быть база фундамента вашего понимания рынка построена на этих трех постулата то есть вот все движение на рынке вот если чтобы его спрогнозировать понять куда рынок пойдет нужно просто понимать паттерна да как они формируются я сегодня кратко этих паттернах расскажу некоторых на видах понятно что там есть нюансы определенные закономерности структура движения и так далее это уже конкретно мы изучаем с учениками на курсе обучения но я вам принципе дам сегодня базу и вы сможете понять вот эти все тела движения и это будет не просто я там буду рассказывать как большинство там трейдер коучей на рассказывает там вот смотрите как здесь можно было я вам конкретно записывал обзор рынка битва аналитиков давал конкретные рекомендации и они очень хорошо себя отработали вот я на прошлой неделе аналогично записывал обучающий ролик в пятницу там также был очень одна хорошая модель пробой она не просто я ее там рассказал теорию я показал на практике как я давал прогнозы в обзорах там было были примеры по биткоину по эфиру и как я в обзоре советовал шортить биткоин эфир они себя отработали очень хорошо я это все показываю да конечно что есть моменты что не отрабатываться это нормально то есть понятно вот на рынке сформировался паттерн модель по нему возможно определить и спрогнозировать куда скорее всего пойдет цена обязательно конечно что когда вы там что-то купили обязательно нужно поставить стоп лосс соблюдать риск менеджмент потому что это не сто процентов это с большой долей вероятности допустим на этой неделе я был уверен на рынке там в среднем на 70 80 процентов в этом диапазоне что рынок отработают мои идеи поэтому я и назвал свою торговую стратегию по скажем второму постулату то есть модельный трейдинг то есть потому что я рынок анализирую анализирую с точки зрения моделей паттерна да что они формируют они мне подсказывают кто за кто наблюдая за моими обзорами битвой аналитиков и другими моментами тот понимает как я прогнозирую рынок и я его понимаю это второй постулат который мы сегодня на практике конкретно будем обсуждать ну и третий постулат что история как говорят всегда повторяется но всегда это неправильно на то есть такое утверждение то есть большинстве случаев так я бы сказал да что вот эти паттерны модели если вот они как работали там 5 10 20 лет назад так они и сегодня работают так они и дальше будут работать на рынке ничего не меняется то есть работают одни паттерна модели меняется на рынке только со временем волатильность дал в какой в какой-то период она сильная волатильность какой-то меньше волатильность все 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 остальные закономерности на рынке они работают как сегодня так и в прошлом так и в будущем поэтому когда вы видите определенный паттерн на рынке и у него есть комбинация определенных параметров то скорее всего он отработается ту сторону которую вы его видите вот вот это три постулата которыми я с которыми я работаю и на которых построена моя торговая стратегия да конечно я еще учитываю некоторые моменты на рынке это там сантимент рынка мне очень нравится этот вид анализа дополнительная его использую как дополнительный анализ для среднесрочного трейдинга ну давайте конкретно перейдем к графикам начнем с индекса доллара я по нему расскажу коротко да и потом перейду конкретно на евро доллар на фунт и на доллар франк под тем инструментом который я давал в прогнозах рекомендации давал также рекомендации по этим парам работать в закрытом канале про сигнал и и сам по ним работал итак давайте начнем с индекса доллара что здесь если анализировать данный инструмент что было на текущей неделе с понедельника по четверг но у нас сегодня пятница у нас был ярко выраженный тренд по данным инструментом мы видим нас практически месяц образован восходящий тренд это во первых то есть если у нас есть тренд то мы торгуем в сторону тренда это первое второе это то что не было на этой неделе никаких признаков на то чтобы работать против этого тренда то есть мы видим четко трендовая линия мы находимся выше данной трендовой линии это означает что нужно покупать данный инструмент это с теорией трендовых линий это этому я тоже обучаю как правильно строить трендовая линия потому что есть несколько методик определения на тренда построение этих трендовых линий это первое второе у нас на этом тренде вот на этой неделе было ярко выражена одна модель паттерна который указывал на то что скорее всего индекс доллара будет расти лично я работал по индексу доллара точнее по евро доллару только вчера до этого я был вне рынка я в принципе и на битве аналитиков говорил что здесь пока сложно так как может быть коррекция как как она закончится я не знаю но для тех кто среднесрочно торгует я говорил смело набирайте себе покупочки на по данному активу поэтому конкретно по индексу доллара если зеркально смотреть на евро доллар то мне появилось сигнал вот вчера вот на уровне 103 25 вот по евро доллару это другой уровень я шаркил евро доллар то есть почему я его шаркил у нас здесь ярко выраженный паттерн есть такой паттерн у меня здесь была модель 6 это в комплексе локально у нас была модель 1 то есть мои ученики знают о чем я говорю то есть у нас если смотреть то есть тренд то есть это первое то есть мы имеем тренд ярко выраженный второе у нас есть модель модель 6 и 1 локально смотрите у нас есть импульс напоминаю моя торговая стратегия модельный трейдинг она основана на теории импульсов и коррекции но не классический то что вы возможно знаете там волновой анализ и так далее то есть у меня своя система то есть свой подход упрощенный очень сильно то есть у нас был импульс и было накопление то есть я говорил что на рынке нужно торговать когда есть импульсе накопления вот через это накопление я рассматривал покупки и у нас локально здесь тоже была модель вот импульс и накопление локальная то есть большая модель и локально и поэтому я принимал решение на покупку точнее на укрепление доллара по отношению к другим валютам конкретно индексом долларом я не работал с другими валютными парами понятно здесь очень просто у нас есть импульс то есть у нас есть вот такая моделька импульс и накопление и мы работаем в сторону накопления конечно там есть нюансы как это накопление распознавать структуру его движения и так далее это это основное я здесь на этой неделе только-только работал на укрепление доллара потому что так скажем другие аналитики я видел и трейдеры работали на ослабление индекса доллара кто-то там с фундаментальной точки зрения вот я смотрел аналитиков у нас учитывали все скажем как бы основные новости говорили что павел скорее скажет джексон холли да о понижении ставок более мягкой будет более мягкая риторика по денежно-кредитной политики в будущем до бой больше не будут поднимать ставок и так далее да возможно он это скажет сегодня и если он это скажет если рынок образует short по индексу доллара а тогда я буду уже на следующей неделе смотреть и скажем рассматривать дальше искать какие-то точки входа на short пока я вижу это как коррекцию по индексу доллара если она и будет глобальная вижу только рост если ситуация будет меняться конечно я буду свое мнение менять потому что не подвязан под конкретно вот текущую ситуацию поэтому кто-то там с фундаментальной точки зрения шаркил этот индекс доллара уже давно есть я видел трейдеры которые там торгуют опционные зона маржинальные зоны объемы они тоже все время шаркили индекс доллара все время я сколько не смотрю вот есть трейдеры которые торгуют по этим опционным зонам у них все время short индекс доллара все время то есть там покупка евро доллара все время покупка фунт доллара все время и так далее понимаете чем поэтому если простая модель которую я сейчас показал тренд она также возможно контр тренд на есть импульс накопление в таком случае мы работаем на рост индекса доллара конкретно давайте евро доллар мы разбирать не будем потому что я в принципе индекс доллара показал вот здесь и шортил вчера писал ребятам в районе 108 70 до этого я не шортил с понедельника я уже начал только в четверг шортить индекс доллара часть мы сделки уже закрыли то есть у нас уже есть профит есть безубыток мы на этой сделке заработали на этой неделе если рынок развернется сегодня на новостях тогда мы будем эта часть сделки закроется по безубытку и дальше будем же по факту смотреть и если мы сломаем вот этот нисходящий тренд 1 2 локальный то в таком случае я дальше буду искать точки входа на покупку на коррекцию по индексу доллара пока таких признаков нету конечно можно ловить очередное дно по евро доллару такое возможно делать но скажем как видим евро доллар идет все ниже и ниже это основное дальше вот один из самых таких виновников торжества это фунт доллар по этому инструменту я сначала недели работал на снижение в принципе в обзорах которые я записывал на выходных на эту неделю я говорил что фунт доллар можете шортить да конечно он здесь немножко на выносил но он выносил только локальные локальные стопы накапливал я говорил что ориентир это уровень 1.28 основной откатной этом в районе 1.28 20 все что ниже мы шортим и в принципе кто здесь шортил здесь мог неплохо заработать мы с ребятами часть сделки закрыли часть сделки сидим без убыток рассчитываем что возможно рынок пойдет дальше вниз если пойдет обратная реакция то будем думать уже по-другому я торгую как я уже сказал когда есть импульс и накопление тогда можно принимать какие-то решения на текущий момент по всему рынку у нас прошел новый импульс и дальше будем смотреть что будет происходить будет новое накопление тогда будем снова какие на какие-то новые точки входа новые идеи будут на рынке пока этого нету сейчас говорить куда пойдет рынок очень сложно поэтому фунт доллар мы торговали то же самое что я показывал по по индексу доллара там у нас по тренду а здесь у нас модель была против тренда это когда у нас идет тренд идет 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 тренд потом рисуется импульс рисуется коррекция и мы дальше шортим данный инструмент вот я говорил уровень 1.28 1.28 там плюс минус он является ключевым уровнем для принятия решения в шорт если его будем выносить то дальше будем перезаходить в принципе мы его удерживали плюс помимо этого помимо этой модели которая имеет импульс и откат мы также здесь имели дополнительные такие моменты которые указывали на снижение фунт доллар у нас вот этот тренд который у нас длился здесь по разному можно и более глобально посмотреть и локально на вот даже за последнее время который был с начала весны с марта вот у нас тренд и мы его смотрите мы его сломили на позапрошлой неделе от тестировали зеркально то есть здесь помимо этой модели который я говорил здесь также был до поле дополнительный сигнал это рт с трендовой линии то есть вот это такая модель смотрите очень классическая модель когда у нас идет тренд у нас рисуется тренд мы его пробиваем рт с и вниз то есть вот рт с у нас плюс у нас модель и здесь было очень очень понятно что скорее всего нужно шортить фунт доллар и мы на этом заработали то есть на снижение по данному инструменту то есть это касается фунт доллар давайте еще кратко посмотрим доллар франк на этом инструменте я тоже заработал и советовал работать своим ученикам своим подписчикам закрытым канале про сигнал здесь аналогично смотрите против тренда нас образовался локальный восходящий тренд у нас образовались смотрите импульс накопления импульс накопления да то есть мы работали на укрепление аналогично здесь мы уже часть зафиксировали сделочки и часть удерживаем на возможную удлить на возможный дальнейший рост в район там 09 и выше глобально да там же понятно с коррекциями так далее если сегодня там условно на новостях павел рынок сломает вот этот восходящий тренд поломает вчерашний импульс наверх и в таком случае на коррекциях я буду возможно рассматривать снижение доллар франк пока этого сценария нету я его шортить не буду а так то же самое что касается индекса доллара принципе да то есть индекс доллар отправная . другие инструменты уже по факту смотришь там они иногда отличаются доллар франк допустим от евро доллара немножко отличался хотя они зеркально ходят фунт доллар аналогично отличался от евро доллара было большое накопление там совсем по каждой по каждому инструменту разные моменты вот я на этой неделе как писал торговые рекомендации в закрытом канале так с учениками у меня были занятия на этой неделе индивидуальные да я советовал шортить фунт доллар покупать доллар франк мы на обучении когда есть какие-то торговые рекомендации мы это обсуждаем напоминаю у меня обучение идет и индивидуально то есть каждому чекам не индивидуальный график индивидуальный подход потому что каждый скажем имеет какие-то свои нюансы трейдер кто-то торгует такой стиль то есть у нас есть разные подходы мы торгуем как модельные модели разные разного подхода мои модели модели на пробой по герчи куда то есть у меня есть как бы частично от него частично от меня то есть свой подход по моделям поэтому поэтому вот так конкретно как мы видим рассмотрели те рекомендации которые я давал в своих обзорах то есть не постфактум там что-то я рассказываю как хорошо можно было заработать то есть конкретно давал рекомендации то есть смотрите обзор рынка выходных там конкретно по фунту я давал рекомендацию и говорил расклады по другим инструментам среднесрочно дальше поэтому если у вас будут возникать какие-то вопросы под видео в описании будет ссылочка на мой сайт проекта кухта кепитал там есть информация переходите обучение от виталия кухта есть программа все расписано четко что мы изучаем от меня всегда будет поддержка индивидуальная до закрытый канал поэтому вы сможете научиться они просто гадать и торговать скажем по каким-то анализом который там сказал какой-то аналитик фундаментально почему нужно там шортить индекс доллара или там по опционным зонам почему нужно этот индекс доллара уже шортить там какое-то время нужно адекватно оценивать рынок конечно все трейдеры ошибаются но есть трейдеры которые ошибаются меньше есть трейдеры которые в большинстве случаев там месяц два-три подряд там ошибаются в каком-то направление, это неправильно. Да, были и у меня ошибки две недели назад, то есть там была одна ошибка у меня. Это нормально, да, то есть главное, чтобы это было в рамках риск-менеджмента и так далее. На этом все, всем спасибо, всем удачи, напоминаю, сегодня у нас обучающий контент по пятницам, как всегда. С вами Виталий Кухта. Пока.